Измеряем мертвую зону, увеличиваем все это в размере, измеряем ту зону, в которую мы будем ставить, создаем принимающие ложи, делаем его замер, переносим на ту поверхность донорской зоны, с которым мы будем брать, это угор верхней челюсти или неба, и делаем правильный трансплантат. Ничего не умирает, все в порядке. Объясню, почему он предложил, он рассказал об этом. Его не удовлетворял результат в тоннельных техниках, потому что там неуправляемая ситуация. Я с ним абсолютно согласна, эти тоннели и карманы, они далеко не для всех, потому что вот здесь, когда вы начинаете его расслаивать, вы не понимаете, на что вы ставите свой трансплантат. Это то, о чем мы с вами сегодня разговаривали, Стаслав. Когда непонятно, как получится, иногда получается, иногда не получается. Это связано с тем, что вы не знаете, на что лег трансплантат. Если он у вас лег на голую кость, он умирает по понятным причинам. А если он у вас лег в расщепление, в соединительно-тканные волокна, он у вас выживает, потому что он имеет питание от принимающего ложа, сверху еще от лоскута слизистонодкостичного, который был расщеплен и отпрепарирован. Ну и теперь вы помните, что мы его прижимаем в любом случае, какой бы мы методикой ни работали. Соответственно, мы препарируем... Я быстро... Можно для докторов их вчера не было? Я очень... Извините, пожалуйста, все, я очень быстро им... Мы откладываем глубину рецессии от анатомического сосочка в сторону рецессии с двух сторон, аппроксимально. И это точка нашего разреза, потому что потом мы будем вот эти новые хирургические сосочки совмещать с анатомическими вместе, когда уже перемещение сделаем корональное. Это метод коронального перемещения для устранения рецессии. Здесь отпрепарирована... Вот эта зона расщепленная на лоскуте слизистонодкостичном, вот эта зона полнослойная, если у нас там что-то есть. Это самоупрепарирование слизистонодкостичного лоскута. И лоскут всегда уходит широким основанием трапеции вверх аппекально. Нет, вот так. В данном случае провизорную коронку надо максимально вот здесь убрать. И это вы можете сделать сами бором, в кресле, или попросить ортопеда заранее сделать временную пластиковую коронку. Но Закеля вообще на ползуба спиливает. Я спиливаю одну треть, где-то так. Ну вот клинический случай. Вот в данной рецессии ко мне пришла пациентка. Это не моя имплантация. Ситуация средней степени тяжести парадонтит, стабильный, санированный, установленный имплантат по уровню кости. Я так понимаю, что доктор предпредлагал, что у него может случиться проблема, и поэтому поставили эти безметалловые абатменты ей. Вот это то, что произошло через год. Здесь мы что видим с вами? Рецессия – это какого плана? Это атрофия, воспаление, атрофия с воспалением, с вовлечением костной структуры. Это атрофия. Атрофия. Прекрасно. Но сразу я скажу, что тут нет вовлечения костной структуры. Здесь все витки имплантата погружены в костную ткань. Именно рецессия в области. Вот так это выглядит. Обратите внимание, у нее толстый биотип. И все равно вот такая вот произошла история атрофическая. Какая фиксация была? У нее цементная там была фиксация. У нее цементная там была фиксация? Нет. У нее цементная? В каком типе фиксация? Нет? Не поняли почему? Кто еще не понял? Прекрасно. Но я на конце не поверил. Давайте еще раз. Мы сейчас все равно поверим. Хорошо. Посмотрите, вот это настоящий уровень костной ткани у нее. При удалении зуба имплантат поставили согласно уровню костной ткани. Сделали абатмент. И поставили коронку. Соответственно, поскольку здесь не было поддержки, там просто пустота. И надкосница ушла вся. Она рассосалась сразу, как только удалили зуб. Ее там толком не было. Это все держалось. Вот эта высота клиническая, она была за счет толстого биотипа. Но как только убрали зуб, все это атрофировалось по уровню кости, по биологической ширине. Что это такое? Вот здесь. Вот. Вот там вот наша кость. То есть не было поддержки лоскутной операции? Они просто сделали работу? Она была не нужна. Нет, имплант прекрасно стоит. Это проблема просто у нее общая. Вот ее костная структура. И в области зубов она тоже там. Кости у нее нет, только у нее парадонтит. Это называется высокий уровень прикрепления при парадонтитах или каких-то, ну, таких врожденных ситуациях. И это очень часто происходит. Вот эти пациенты, это пачки их. То есть отсутствие поддержки, фибриллярной поддержки, кровоснабжаемой, а мы работаем просто с расщепленными эпителиальными слоями. Ну, я правильно понимаю, да? В ее ситуации нужно было сразу туда поставить поддержку ей на момент нас имплантации. Сразу уже работать в направлении, но уже этого не произошло. В свободный трансплант. Да, да. Да, если такая возможность. Вы понимаете, да, что даже такой биотип дает вот такую... Но вот эти пациенты с парадонтитом уже от средней степени тяжести, это все вот такое вот подводные камни. Это у них у всех одна и та же история. То есть отягощающий момент. Если у нее бы здесь была адентия, например, да, нет, пусть с парадонтитом, но этот зуб, например, уже был когда-то удален. Ну, вот если бы я делала в адентию, я бы просто подвернутым лоскутом на ножке бы увеличила биотип. Все равно создала бы дополнительную поддержку ей туда. Ну, я вам покажу это сегодня. Посмотрите, вы считаете, что процентом вы собираете ее в потешке? Если у вас есть показания, мы же с показаний начинаем. Но если нет, то вы же сами как-то стал самым организоваться. Почему? Нет, для этого условия должны быть. Мы же обсудили с вами это. Для этого должны быть причины. Так не бывает в медицине, что само что-то произошло. Все подвергается анализу. Если это произошло, нужно понимать, что с этим. Это я отпилила коронку сама, потому что мне не сделали заранее. Ну, вот, пожалуйста, кость, да, с ней все в порядке, ничего там не обнажено, никаких витков, все на месте. Это отпрепарированный лоскут. Трансплантат с бугра. Я его доэпитализирую. Вот он. Я вам покажу. Вот эти шовчики, видите, вот туда заведен трансплантат. Вот в эти расщепленные участки по сторонам от вертикальных разрезов. Доктора, вам понятно? Мы просто вчера это все обсуждали. Вы понимаете, как это делать? Я понял, что на кость не надо ложить. Я понял, что на кость. Роголедом не надо ложить. Вот здесь, смотрите, расщеплены аппроксимальные вертикальные разрезы. Соединительная ткань расщеплена. Я туда на заводящем шву завожу с двух сторон трансплантат, чтобы у него была дополнительная зона питания.